еще одна ведьмочка улетает это наши милашки которые по 990 летит сторону гамбурга малыш кстати выбрал это практически готовы мы сейчас у нас карта движение здесь Продолжение следует? Нет, мы уже посмотрим, что я нашел. Что у вас есть? Эти лампы. Эти электрические лампы. Это только лампы. Да, я знаю. Но сейчас у нас есть 20% лампы. Да, у нас есть перфекция. Да, и выглядит как настоящий бак. Да, да. Да, да. Мы попробуем. Смотрите, вот есть у нас такие лампы. Это имитация воска. Вот так просто работает. Кстати, они очень хорошо для транспортировки. Кому надо. Они сейчас по акции идут 15 евро. Так, 15-20. 20 центов? 50. Весит около полутора килограмма примерно. Вот так это выглядит. И это сделано как будто это воск. Но это не воск. Поехали. 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 Весит. Поехали. И вовремя, да? Поехали. 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 если следующие полчаса никто не зайдет то посылки будут готовы если конечно кто-то придет вот так и тянется это каждый день одолжила у соседа сейчас выговорю это по-русски шуруповерт попросила поставь мне пожалуйста все вот как оно должно быть да вот вот честно скажу я в этом плане вообще не разбираюсь я не понимаю как это мужики делают вообще казалось бы такая простая вещь да но слава богу были у меня люди заходят мужская компания я говорю так мужиков отсюда живых не выпускаем стоят как вкопанные я говорю я серьезно говорю мне нужна ваша помощь кстати вот они мне это и поставили сюда вот эту вот штуку которая подходит к моим шурупом сейчас пойдем у ведьм опять порядок наводить кстати я хочу сказать что в основной своей массе они очень очень приветливые вот у меня например впереди там одна люстра была она ее в принципе очень быстро мы продали вот такая как здесь по центру висит большая только мая она была меньше вот такая примерно потому что такая не знаю в общем эту люстру я заказала она у меня стояла на полу месяц-два все никак руки не доходили ее повесить электрика найти здесь вы знаете это наверное проще в лотерею выиграть хорошего электрика который согласится прийти и как-то пришла одна компания и я попросила что-то они там за лампы за эти за люстры разговаривали я говорю ну все прекрасно говорю вот только люстру эту некому повесить не только повесить да к ней потом идет такая конструкция чтобы она с розетки работала у меня на потолках основная часть розеток у меня на потолке не на полу и они согласились то есть все отложили туристы ребята эти они в общем они мне эту конструкцию соединили все сделали повесили люстру люстра была продана в течение ну наверное четырех дней правда эта люстра еще здесь два месяца висела потому что семья которая эту люстру купила она говорит вот у нас с ремонтом опаздывают и в общем можно она у вас повесить я говорю да с радостью это же ваша теперь люстра и в общем они и относительно недавно забрали на меня это настолько удивило и кстати я предложила им подарочные сертификаты в знак благодарности они сказали нет нет мы здесь не живем мы здесь когда-то выросли родились ходили в школу теперь мы здесь не живем все хорошо мы вам помогли просто так вот такие они они очень как бы ну попросишь помочь они помогут и я тогда вот все время хвасталась я говорила посмотрите как классно здесь даже у меня эти туристы клиенты люстры мои вешают так сейчас идем к ведьмам будем пытаться там немножко разгрузить эти полки потому что потом еще у меня один видео звоночек на очереди посмотрите уменьшилось количество уже картона да там два стоит привет ведьмочки так теперь нужно найти место куда же это все поставить минутку чтобы это все не упало мне вот всегда интересно да почему многие из нас умеют там шить вышивать и так далее всякие другие вещи делать а вот такие элементарные вещи почему-то не получается мне кстати интересно императрицы отпишитесь а вывод с такими инструментами владеете ними попробуем я знаю что мне нужны были шурупы для дерева вот я нашла шурупы для дерева интересно как это будет вроде получается класс мне просто вот летающие ведьмы мне всегда кажется они должны действительно летать летать лететь и так далее поэтому я хотела бы их вот так вот вряд ли как-то здесь повесить так те наши шурупы вот так вот сейчас будем вместе с вами это делать я замечаю как только начинается дождь люди сразу куда-то все разбегаются не значение так дождя все панически боятся даже сильно быстро я бы сказала интересно почему мои ведьмы спят почему они не начинают песни потом это можно будет просто белой краской все замазать и не будет этого видно так ну в общем закончу повешу покажу а мне кстати очень даже нравится такая идея посмотрите их лучше видно и те которые за ними сложены их тогда получается не видно класс я не знаю передает ли это камера но так вот как то вот так как то лучше только нужно будет это в белый цвет покрасить чтобы этого не видно было но теперь переходим на этих которые вот здесь лежат меня здесь уже получается такая армия целая армия ведьм смотрится смотрится кстати интересно девчонки давайте поактивнее в плане комментариев как вы считаете какой лучше стилю этой комнаты сделать какие у вас предложения мне кажется все таки она должна быть более мистической здесь почему-то мне так кажется знаете чтобы я сделала я бы при входе в эту комнату можно было бы можно было бы на полу нарисовать вот такой пентакль вот это было бы классно либо заказать ковер вот это тоже можно сделать точно у нас ведь есть такие фирмы которые делают для нас как это называется на вход можно заказать ковровую дорожку с надписью поэтому можно будет сделать пентаклем ковер чтобы они уже понимали сразу в какую комнату они входят и что мы здесь от них вообще хотим и цвета какие цвета здесь должны преобладать вот если я например добавлю здесь какое-то другое освещение какое черное красное зеленое вот у меня почему-то это уже ассоциируется с каким-то лесом ведьм так и хочется какой-то чего-то еще натурального сюда добавить но мне кажется штендеры эти я уберу потому что он тогда очень мало места здесь а если бы у меня был второй этаж было бы еще лучше но на втором этаже живут соседи так еще наверно один хватит отлично теперь беру вот этих красоток включать не буду вчера уже показывала кому интересно как они поют смотрите вчера уже было видео мне просто вот интересно сюда еще придут травы придут свечи но травы и свечи там немножко нужно подождать но потом когда это все придет и все будет в принципе уже готова то хотелось бы чтобы в этой комнате царила какая-то особая атмосфера с другой стороны некоторые приходят с детьми как бы детей пугать не хочется но мне кажется как то вот если это делать просто как комната в которых ведьма это наверное будет не так интересно вот почему-то хочется какой-то мистики хочется чего-то таинственного здесь смотрите какие какого цвета еще нет зеленые уже был классный цвет кстати магента называется у нас вот такой цвет так ну теперь делаем видео отчет так вот в общем я это сделала получается когда входишь вот так вот они все висят и это еще не все ведьма то есть вот здесь еще нужно будет сделать полочку здесь будут также висеть ведьмы но я не хочу просто гвозди на стенку они должны у них должно быть пространство чтобы летать у наших ведьм поэтому вот как то так правая сторона тоже ее нужно будет доделать до конца так часто как вот как то так ну и свет здесь должен быть какой-то интересный мистический свет не слишком темно мне кажется но и в то же время так чтобы чтобы как то интересно было получается здесь так светло отсюда заходишь здесь романтика париж кстати хочу вам елочку показать еще раз так люблю эти елочки чашка осталось очень мало только 6 ну и там дальше ведьмин лес у меня еще одна ласточка это женщина турист она говорит слава богу я сплавила своего мужа который меня нервировал и теперь могу спокойствие надеюсь я не слишком поздно да нет не слишком поздно них вот жалко что нельзя видеофото делать вензи волензи кюна на в этом видео дроу волензи нехтанус манхи алмазом без них травм быть и он и маска драм рейхин дуфты драйфер монаты вот пахнут они примерно три четыре месяца разные совершенно aromaten das ist jetzt wieder mal was anders das ist nicht besprüht dass es in öl getauft und hält ungefähr 3 4 монаты wie schon sagt манhee альбом occupation и слава бог введевси кинуть арташ на бркенса встав eternity внеби я crime мишевыми штрафными да нет и нить миши соберно назвать что мы не овеси но я себе тоже. Если уже другим предлагают, то я себе тоже. Антонет. Это очень хрень. Это очень хрень. Это очень хрень. Очень хрень. И это очень хрень. Я здесь еще один подарок, потому что это для ваших девочек. Вы знаете, если туристы купят из нас Матиль, то они снова приходят. И если что-то другая, то это в Госла. Это, я уже называю, Schutzвогел. Да. И Сайфа с Schutzэмпи. Это 100% французский. Я думаю. И для 9,90 евро я не могу себе представить. Да. Я буду искать. Да. Все. Отпускаем везде все посмотреть. Некоторые туристы. Но это в основном те, которые очень часто в Италии, Франции, в Австрии. Вот они это знают, и они сразу прыгают сюда. Если даже не знают, то вот если у них есть какие-то вот воспоминания хорошие из этих, да. Те, которые вот никогда не были во Франции, либо никакого отношения к Франции не имеют, либо к Италии. Почему я говорю Италии? Потому что итальянцы умудрились в 19-м году продать больше Матильды, чем французы. Вот как-то так. Ну, в общем, а те, у которых нет к этому никакого прикосновения или как это сказать, не знаю, то те больше вот ориентированы ведьмочки, текстиль, вот такие вещи, да. Ну, конечно, скажу так, без Матильды можно прожить и выжить, и да, в принципе, вообще без всего этого. Это же не еда, не вода, это не что-то обязательное, что вот сто процентов нужно иметь. Но вот такие вот вещи, они просто делают уют. Вот говорят там, уют нельзя купить, да, можно. Или, как и некоторые говорят, любовь нельзя купить. Я говорю, можно, это Матильда. Все можно. Вот, например, эта кошечка, она пахнет, у нее очень такой приятный, приятный цветочный аромат. И я бы даже не сказала, что это сладкий аромат, просто цветочные такие вот сложные ароматы. Их нужно ставить там, где у вас окошко открывается, либо дверь открывается. И тогда этот аромат, он совершенно по-другому вообще работает в комнате. И я вот все никак не дойду второй день. Я кому-то обещала показать для ванной комнаты аксессуары. Я сейчас, наверное, их быстренько покажу, пока женщина там смотрит текстиль. Так. Так. Он 100% баунголь. Вот есть такие ванночки у нас. Видно, да, цена? Ну, сюда можно положить все, что угодно. От мыла до полотенца даже для гостей. Можно вот такие маленькие полотенца просто скручивать, сюда ставить для гостей. Для ванной комнаты. Они есть с различными орнаментами. Есть вот с буковкой М. И к ней же, наверное, я посмотрю сразу всю серию. Это все относится к ванной комнате. Вот, например, у меня тоже такая есть, только с другим орнаментом. Я уже 150 лет моей. Так, сейчас посмотрю, чего-то здесь не хватает. Все, теперь поняла. Вот, чего не хватает. Это один набор. Потому что я обратила внимание, что нет на нем цены. Это один набор. Стоит 29 евро. Две. Вот эти вот две штуки вместе стоят 29 евро. Для зубных щеток держатель 11.90. Отличается, в принципе, только мустером. Вот, посмотрите. Это тоже самое. Тоже две такие. Одна больше, одна меньше. Мустер маркиза тоже есть. Кому надо, делайте скриншоты. Ну, понятное дело, это же есть все и в розовом, нежно-розовом, пепельном цвете. Очень люблю этот цвет, потому что он не розовый, не такой вот, как... Я бы даже больше сказала, наверное, что он персиковый. Вот сейчас подобрала название. Это все-таки персиковый. В принципе, необычный для ванной комнаты. не совсем удобно взяла. Вот так, да? И я вчера вам говорила, что я вам покажу мыло. Вот это мыло, вот это мыло. Все, которое мыло, которое с кашемиром, вот так упаковано. Если его распаковать, то можно наблюдать... Так, мы сейчас посмотрим. Значит, вот этот вот мустер, он есть вот такой вот рисунок. Есть нежно-персиковый, есть белый. Очень любят это мыло. Особенно те, кто уже купили такую серию вот этих вот порцеляновых штучек, потому что... Сейчас открою, вам покажу. Тогда вам будет понятно, почему. Ой, ну постарались прям с упаковкой. Все, я поняла, как это делается. Нужно эту кнопочку убрать, и тогда... Просто... Посмотрите. Узнаете, да? Видите, как красиво? Вот очень красиво. Ну правда, когда я такие наборы продаю, я всегда говорю, пожалуйста, пользуйтесь мылом. Это мыло не выйдет из программы, будет меняться упаковка, но это довольно-таки новая серия, поэтому не переживайте, пользуйтесь. Потому что я считаю, что вот покупать такое мыло просто для красоты, это, наверное, слишком дорого. Потому что, когда вы берете керамику, то керамику можно все время освежать спрейми. А это нельзя. Так и поставлю рядом тогда мыло, чтобы другие тоже видели, какое у этого мыло мусто. Она такая позитивная, она сейчас ходит в другом отделе, там что-то смотрит. Ну, конечно, ее счастливило то, что мы вообще-то закрываемся в шесть. Она спросила, можно ли, успеет ли она. Я говорю, да, конечно, успеете. Я никогда не выгоняю людей ровно в шесть. Поэтому вот я, кстати, заметила, что если здесь оставаться, например, до полдесятого, то примерно с семи до десяти, может быть, людей иногда больше, чем за весь день. Потому что туристы, они уже везде побывали, наелись, напились, нагулялись. Им потом скучно, куда пойти, а все закрыто. Поэтому я знаю уже сейчас, что когда начнется рождественская ярмарка, я буду работать здесь до десяти. Заодно успею и ваши посылки обрабатывать, и посылки со второго немецкого интернет-магазина. Было бы классно, скажу вам честно, если кто-то живет недалеко и умеет делать красивые фотографии, писать красивые тексты, готовы эти посылки упаковывать и также вести контакты, носить их на почту, то я могла бы делегировать немецкий интернет-магазин кому-то. Вот если кто-то хочет и живет недалеко, обращайтесь, пишите, звоните, либо приходите лично. Тогда уже будем подробно это обсуждать. Haben Sie alles gesehen? Я не знаю, что это русский. Это русский. Да, это русский. О, красиво. Где ты пришел? Я из Украины. О, где именно? В чем? В почти в миде из Украины. О, красиво. Ваши уже в Малитане? О, красиво. Я хочу сделать это в следующем году. В следующем году. В Украине. Мне бы я очень очень много лет в Инвалии, потому что я видел мне очень красивые люди, которые там живут, и они такие красивые. И они очень красивые. В Украине? Мы сидим, они не могли... Но из Украины. Да, да, да. Я хочу сказать, что с Украинцами... С Украинцами познакомилась в Таиланде, классные люди говорят, в общем, берут свой Вонмобиль, как он говорит, Вонмобиль. Ну, как вот этот домик на колесах, и собираются ехать в Украину, там в отпуск, потому что им очень понравилось. И говорят, люди простые, люди добрые, хорошие. И мы садились вместе в Таиланде в Таиланде. И это было холодно, и это было 45 градусов. И он написал, что это было 45 градусов в Таиланде. И он сказал, что это было 54 градусов. И так мы начали лакать, мы были каждый день вместе. И после одной недели, я сказал, что я посещал. И он пришел с своей женой. Вонмобиль, я делал их, они с нами с днем. Вонмобиль, в Вестукраина, или где это? Минск, держи меня, Минск, где очень холодно. Минск, это не Украина, это Вайсруссан. Это не фасчист. Но я очень люблю Мальчин. Так это были Белорусы, потому что Минск это Белоруссия, это не Украина. Да, это Минск, это Вайсруссан. Да, это было очень холодно. И он был совсем не 45 градусов, но 54 градусов. И он сказал, что я посещал, что я посещал. И так они приехали к мне. И они так рады. Я купил, я купил, я спрашиваю. Ты можешь быть дома, чтобы ты будешь будешь дома. И они были три года. Это было очень, очень красиво. Я думаю, что ты будешь в доме красивый. Я trotzdem не могу. Я думаю, что ты будешь в доме красивый. хорошо у нас сейчас еще были урок биографии все-таки минск он находится в белоруси Я говорю, ведьм видели? Она говорит, да я сама ведьма. Ну, всегда гуд им, все ведьмы гуд. Правильно? Я на минуточку прервусь.